Второй матч сегодняшнего игрового дня, второго дня Коудэй. Смотрим ТВТ. Правым нижним углом в роли синего Крида появляется Кьюр из команды DragonFenixGaming и обязанности красного Крида будет исполнять Бьян, который после долгого перерыва снова представляет какую-то команду в этот раз это команда Shopify Rebellion недавно организованная команда портала Shopify, который мы в основном знаем по поддержке холмсторикапов и вот Бьян, Скарлетт и что-то я сходу не могу назвать, кто там у них в команде третий кто-то еще тоже был в любом случае хорошая инициатива нам показывают, что 0-0 не было личных противостояний ну, по крайней мере, в рамках крупных турниров наверняка где-то на онлайновых турниках Кьюр с Бьяном пересекались но GSL, как правило, прям не все подряд учитывает здесь, как видите, было написано офлайн матч хистери соответственно, без онлайновых турниров карта LightShade у нас на старте формат по-прежнему до трех побед победитель проходит основной этап в GSL CodeS и проигравший никуда не проходит проигравший вылетает и уже потом будет отбираться на следующий сезон GSL на следующий сезон GSL SuperTournament из которых, собственно, весь и состоит корейский этап GSL ProTour участвуют корейцы, как мы помним, и в финалах DreamHack Masters но только те, кто выйдет в плей-офф GSL соответственно, не преодолев этого этапа они не смогут попасть на тот ивент который в мае и июне будет проходить в июне основной этап ближайшего DreamHack'а я, кстати, не знаю он будет называться Spring или Summer интересный момент наверное Summer, все-таки учитывая, что в июне ладно попробовал своего оппонента проверить на прочность Бьян Рипером Кьюр был прочен сыграл, соответственно Рипера с рабочим так же, как соперник дальше у Бьяна пара Риперов у Кьюра один но у Кьюра во лбу уже есть бункер так что пробить его нельзя ну и Кьюр насколько я могу судить сыграл командный центр раньше то есть он сыграл Рипер ЦЦ у Бьяна более традиционный ТВТ-шный билд соответственно у него раньше Старпорт реализовывать он его будет в меди-ваке это по всей видимости будет пуш с быстрым танком на самом деле Бьяну было бы удобнее исполнять этот билд если бы он был с другой стороны чтобы реактор соперника был развернут в сторону разложенного танка здесь реактор далеко не знаю где Бьян будет раскладываться но возможно просто под натуралом чтобы доставать до минеральной линии на этой карте нельзя достать до газилки она справа, а не слева у Кьюра но тем не менее танк 4 морпеха, 2 рипера, гелион такой сеста фарм Бьян все-таки похоже под продакшн хочет разложиться и вот так вот его весь план законтрен на корню одним единственным викингом потому что один единственный викинг собьет один единственный меди-вак уже не будет наверх вижена ну а если пытаться сканами пушить, то вряд ли в плюс такое давление получится и Кьюра, несмотря на то, что немножко прохалявил и правильно отмечает в чате не построил быстрого циклона все равно успешно отбивается кстати говоря, Бьян циклона все-таки решил достроить то ли против викинга то ли против каких-то потенциальных баньшей не знаю в любом случае пока позиция синего тирана выглядит очень хорошо он впереди на 4 рабочих у него есть уже рейвен и викинг полный контроль воздуха пока правда, похоже, что он строит в итоге только одного рейвена в смысле не будет добавлять новых Бьян делает как минимум двух сейчас посмотрим, может еще и третьего заказать полетел дроп 8 морпехов Бьян, там циклоны, естественно, патрулируют на мейне стандартная задача для циклонов в ТВТ ну и также легкая проверочка на отсутствие Ф2 так-то даже в матче ПТВТ иногда есть простор для Ф2 но вот если циклон не уезжает с патруля значит, по крайней мере, здесь игроки не используют этот хоткей ну понятно, для Ф2 всегда есть простор когда ты просто хочешь всех юнитов одного типа объединить в группу, но все-таки обычно не про это идет речь хорошо начинает Бьян с двумя автотурелями вышибает один танк на отступление у Хьюра тут контратака как раз таки циклоновой перехватывается и он очень здорово помогает разобраться с морпехами да, пока Бьян на высоте казалось бы у соперника преимущество по Рейвенам но один Рейвен а погодите, а что вообще? произошло Рейвен просто погиб я как-то не особо заметил чтобы Рейвена и Кьюра в принципе что-то сделали в итоге он отбивается на викингах но потерян на 20 плюс рабов как говорится, ну такое доделывается стимпак щиты точнее стимпак доделывается щиты только у Кьюра заказаны у Бьяна даже пока не заказаны но теперь я честно говоря не знаю как к Юру в игру возвращаться у него третья орбитальная станция уже есть пытаться как-то ее заобузить но у Бьяна тоже она причем уже даже новую граун очень здорово отработал конечно пуш проблема матча по ТВТ в том что здесь не особо то есть простор для улына слишком велико преимущество обороняющей со стороны при прочих равных и так как в ЗВЗ или в ПВП тут особо не проулынишь типа просто наклепать роучи и дроп чардж зилотов и пойти в атаку авось прокатит поэтому Кьюру придется как-то халявить но пока что он соперника не наверстывает по сути ни в чем только доделывает трех рабочих но второй вариант конечно это в обороне пытаться завести игру в лейтгейм когда уже там якобы будет подвесить лимиты и будет все равно но даже тогда значит у кого-то будут быстрее копиться копиться запас ресурсов у кого-то будет больше нового продакшена типа мастер портов в ТВТ большой простор для совершенствования армии викинга-либератор либо масс рейвена либо даже масс батлы есть во что переходить при наличии денег при наличии денег вообще хорошо много что можно сделать к сожалению обычно в жизни приходится решать противоположную задачу ну подарил бы я на один медивак ой 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 срывать рабов на стимпак мариков печальная ситуация ну у Кьюра подошли морпехи с продакшена но еще 10 ксм он теряет остается 50 на 71 но вот боевой лимит именно боевой лимит сейчас у Кьюра даже в плюсе учитывая что Бьян отдал 2 медивака у него есть либератор он может попробовать выжать танки отсюда да конечно зацеп циклона тут же проходит и дает бьян скан чтобы этот зацеп не сбился в итоге минус либератор 1 но есть еще 2 да у Кьюра есть контроль над воздухом единственное что у него пока в плюсе в принципе в ТВТ конечно это важный компонент то есть наверное при прочих равных Кьюр сейчас делает разумную вещь которую терранам стоит брать на вооружение особенно у кого обычно ТВТ не очень так идет ох этот танк в кустах прям кому-то вот уже интеграцию пора делать с World of Tanks по моему основную часть геймплея только чтобы я нам показал у Баса-то как раз я видел интеграцию с Warships недавно через ту же платформу через которую я с кинопоиском работаю так вот очень разумную вещь делает Кьюр он не добирает морпехов то есть в ситуации когда он не может сделать все так же как соперник он делает меньше пехоты он старается делать столько же танков он старается держать воздух в расчете именно на тактическое превосходство да может быть в какой-то момент соперник сможет красиво все расплитить и сбритая кликом а может быть и нет все таки это ТВТ и морпехи очень сочно лопаются и 60 штук могут лопнуть так же как и 40 посмотрим удастся ли пока что Бьян ведет продолжительную осаду Бьян не любит отпускать если бы Бьян родился не корейским прогеймером а собакой это была бы та собака которая никогда не отдает вам палку забирать нельзя можно только бросать если Бьян начинает давить он отпускать тоже не любит в этом весь его стиль иногда это выливается в то что у него просто заканчиваются базы если он так и не продавил в этой конкретной игре у него лимит у Кьюра 175 у Кьюра уже не так уж и далеко до того чтобы дотерпеть до своих 200 на 200 ну и вот Кьюр выбил осаду сверху а вот он тот самый оклик Т оклик прошу прощения но я некорректно выразился и недооценил сложность геймплея намного больше было Бьяна внизу потому что часть войск соперника он стянул наверх и в итоге таки нашел момент когда можно реализовать свое преимущество но по факту конечно игра была выиграна уже давно так что Бьян красавчик второй сет карта Death Aura слева сверху и появляется Кьюр если конечно не поменяли цвета наших кридов нет все правильно Кьюр слева вверху Бьян справа снизу но на этой карте с моей точки зрения пушить максимально неудобно поэтому вот тут например можно было бы вообще попробовать сыграть ЦЦ до барака но прям ЦЦ до барака в ТВТ конечно специфическая история вот в других матчапах но Бьян да и Кьюр кстати оба совершенно не следуют этому мудрому совету оба играют стандарт барак газ газ окей посмотрим поехала разведка помнится раньше терраны когда играли быстрый газ и раннего рипера вообще не ездили рабочим в разведку по моему это делалось при билде газ до барака так же как и протасы при газе до гейта они ездят в разведку а соответственно если барак первый то все таки разведка производится как там и в середине у того и у другого у Кьюра тут интересный какой-то маршрут не понял я чего он хотел этим добиться может быть проверил какое-то дежурное место для постановки прокса и пошел проверять другое дежурное место командные центры и тот и другой ставят внизу в этот раз Кьюр играет другой билд у него уже третий рипер заказан а вот Бьян ограничивался двумя риперами и дальше ставят ну строят в смысле гелиона но гелиона и у того и другого есть то есть у Кьюра традиционные три рипера два гелиона и что-то он собрался прятать противный парниша старпорт он собрался прятать зачем прятать старпорт то в ТВТ затрудняюсь ответить на ваш незаданный вопрос но скоро узнаем то есть этот старпорт он не ускорит дроп но ускорит чуть-чуть потому что конечно катит он короче гипотенузы но зато потом сколько старпорт будет лететь домой пока мне задумка не ясна ну за исключением того если это будут стелс баньши которые крайне редко в ТВТ в последнее время встречаются и просто с тем чтобы их нельзя было разведать так 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 там что-то интересное там фьюжн кор тут тоже интересно тут рипер забирает минку но конечно тут пушить абсолютно невозможно хоть и один гелион всего там фьюжн кор это не баньша это фаст батл крузер из прокси ну вот за это мы и любим Кьюра в основном все у нас в чате писали за кого будем болеть за Бьяна или за Бьяна Бьян хороший игрок но у Кьюра тоже есть свои сильные стороны со зрительской точки зрения да и на самом деле если по крайней мере исключить матчап ТВТ я бы сказал что Кьюр сейчас посильнее то есть скорее всего в РО-16 он будет более интересным игроком но как посмотреть в любом случае не нам с вами это решать третий командный центр один циклон есть у Бьяна это я уже прикидываю чем он будет от батла отбиваться один циклон немного морпехов без лабы никаких турелей есть Рэйвен но с Рэйвеном если он не потратит энергию то в принципе от первого батла Кьюра Обьяна отобьется а у Кьюра дальше играет на зацеп если что то есть у него тут одна идея просто огненнее другой второго а второй Рэйвен тоже строится это будет интересно то есть то есть тут задумка в чем надо дать в батла когда циклон подъедет надо дать в батла матрицу чтобы он не мог не стрелять не телепортировать а он вообще будет телепортироваться или полетит пешком он пешком полетит окей и циклон должен его зацепить то есть циклон там за зацеп ему снесет примерно 40% хп батл медленный улететь не сможет ага но у Бьяна все войска выдвинулись вперед Кьюра это 100% устраивает только он зацепил пес его знает что ему надо Рэйвена Рэйвен его главный враг сейчас но он главное тянет время тянет время а тут батл будет выигрывать ему игру Бьян как быстро заметит мгновенно замечает Бьян начинает контролить циклона батлкрузер догнать его не сможет батлкрузер будет просто харасить и потом уйдет скачком в какой-то момент ну слушайте всего три всего три фрага зацеп сброшен скачок нажат войска вернулись а новый батл тоже строится кстати и Кьюр пока не в минусе по лимиту лимит у него нормальный но у него куча лимитов вот в этих странных юнитах да дальше механизация кстати две факты поставлю но механизация в ТВТ это не такая большая редкость мы буквально недавно на ЕС и Лопенкапе видели мех в матче браток Кас но и в Корее тоже играет мех в ТВТ вот в ТВЗ или в ТВП в Корее увидеть мех видимо до возвращения Гумихо из армии нам с вами не придется ну максимум Тивай что-то запилит но Тивай так всех запиливает замечательно ему норм поэтому непонятно зачем ему что-то выдумывать приходит приходит 4 циклона с грейдом на зацеп я вам напоминаю если честно я удивлен что они не фокуснули орбиталку а вот она механика да то есть к сожалению для любителей батлов их слишком жестко контрит рейвена поэтому стандартные билте у меня даже на канале конечно смешно говорить это когда мы смотрим GSL но у меня на канале где-то в рубрике не играй как Каби есть видео по ТВТ против батлов и в принципе я пришел к выводу что если не тупить то стандартный билд в ТВТ отбивается от батлов то есть надо просто не паниковать нажимать матрицы на батлов и атаковать их викингами циклонами и больше ничего делать не надо и это все у тебя есть при совершенно стандартном билде поэтому круто красиво но к сожалению Кьюр пока из этого вообще ничего не извлек тем не менее он делает апгрейд на Ямато и это при том что один батл был потерян как я понимаю то есть возможно где-то в будущем он рассчитывает сыграть и еще раз в смысле продолжить строительство батлов но пока правда ничего подобного не происходит выдвигается бьян вперед занимает тут какую-то ну такую подступающую позицию ему не очень легко передвигаться против циклонов циклоны такие как как блинк сталкер фтвп то есть они как ревейджеры фтвз они просто тянут время ну и тут два батла он видимо достроил третьего или тот не был убит мне казалось что тот которого матрицы кидали был убит но возможно все так на самом деле успел уйти но не суть короче два батла есть на мейне пока ничего не добивает обьян вот та не добывает в смысле обьян вот так вот масс дроп и сюда же тут же тактический скачок и есть вижен наверх и снизу подходят цепляют циклоны вот только кажется зацеп был сброшен как-то критический урон не успел пройти по танкам один батл минус второй живет и он убьет всех морпехов следовательно он убьет здесь вообще все танки снизу достают окей пьюра добивается что говорит за дум дропы против мех террона к юрум нас дум дропы твои там кстати старпорт в итоге улетел домой там только фьюжн корр остался в проксе депортировали в старпорт ну сами понимаете пандемия визы закончились интересно кстати как спешил визу продлил нашел как-то способ еще три факты добавляет к юр апгрейды 1.1 на технику уже на подходе это вот такой недостаток мне кажется стиля механизацию как правило грейды отстают от пехотных потому что ну мы как-то уже это разбирали по моему как раз когда к сыграл против братка потому что в отличие от инженера кармари тоже стоят газы ну газ в смысле стоит и тебе газ нужен и на юнитов и на продакшен на факторе в отличие от бараков и инженерок следовательно ты не можешь столько всего сразу построить поэтому хотя техника казалось бы сильнее пехоты но она намного дороже не только по самим юнитам но и по продакшену который нужен залетает батл нахарасил на девять рабочих там еще где-то идет харас там не показывают на третьей базе скорее всего гелионы проехали видите даже корейские обсерверы выделены иногда могут что-то не замечать но с другой стороны каждый ваш комментарий на ютубе о том что кабе что-то провтыкал продвигает видео так что не стесняйтесь их писать я не буду стесняться с них гореть все будет как всегда в нашем возрасте уже пора любить когда все как всегда заходят бьян в радиус сенсорке кьюр делает кучу полезных грейдов нажимает просто на все иконки которые может найти как некоторые стримеры сейчас которые внезапно снимают видео по куче разных стратегий наверное вот примерно в таком же режиме апгрейд на скорость трансформации скорость закупки мином которых вообще на карте нет синее пламя ну тут ладно все по делу не на самом деле конечно скорость трансформации очень крутой грейд потому что в зависимости от контекста это будут или гелионы или хелбаты в харассе и под разные ситуации они реально по разному работают вот они гелионы с синим пламенем самое страшное орудие против протаса кажется в мех твп на самом деле мне и за зерга случалось проигрывать терринам которые просто хорошо строят хелбатов и посылают их по оклику в разные части карты вот такие получаются чардж зилуты то ли на минималках то ли на максималках смотря с кем воевать в общем мощное это оружие и кьюр конечно пользуется им в полный рост бьян тут тоже делит а войска на два фронта плюс небольшой вот и в том что он таких хелбатов перехватит и сам конечно придет в атаку которая в отличии от хелбатов может и базу снести здесь у кьюра триллион танков как это было в теории большого взрыва ровным счетом триллион танков буквально небольшое количество викингов обеспечивает ему контроль над воздухом потому что бьян вообще забивает на викинг а хотя нет посмотрите у бьяна тут есть викинги немножечко он дает антиармор отключает пару танков нападает вот так вот широким фронтом и как же больно смотреть на мех который вот так вот проигрывает сражение который вообще не должен проигрывать казалось бы но как то все танки оказались очень близко пехота просто мгновенно на них запрыгивает грубая тактическая ошибка вот кьюра и как бы мне не хотелось чтобы он вышел в следующий тур и продолжил радовать нас крутыми билдами и пока я вынужден сказать что бьян в этом твт смотрится лучше но бьян твт вообще очень круто играет очень любопытный факт так надеюсь это не рука все таки а компьютер ну нет это все таки оно да увы бьян про на самом деле в последний раз когда бьян брал такую паузу насколько я помню оказалось что по регламенту gsl запрещено брать не технические паузы продолжается игра пришлось бьяну взять небольшой перерыв на то чтобы руку отпустила это ремарка для тех кто на ютубе будет смотреть что пауза такие я всегда вырезаю правда зря я всю паузу трындел теперь мне сложнее будет ее найти но ладно как-нибудь наверное справлюсь но если вдруг я не справился и вы посмотрели всю паузу то сорян память нынче уже не та делает апгрейд на прочность зданием и на дальность атаки турелем и планетарком бьян но для планетарок это не так прям актуально в матче птвт хотя если много хора с эгелионами то тоже вполне себе ой какая позиция для пехоты опасная танки сейчас как выстрелят дается скан наверх кюр неплохо восстановил войска на самом деле он еще и в плюсе по лимиту но он в большом минусе по грейдам но не по продакшену потому что он там факторе много добавлял еще одно забегание у бьяна он делает скан кюр делает скан в ответ так и чё ты меня сканишь я тебя первый просканю ну хочет посмотреть конечно что там планирует к нему забегать в этом плане палево что сканы видны сопернику издают характерный звук но иначе наверное было бы не очень балансно забегает пехота наверх ну спасибо что не в темноту конечно но все равно рискованно но бьян так вообще прям на грани действует заходит забирает юнита выходят фьюр тут еще и минки начинает подстраивать прям делает все чтобы кабе за него поболел у аверса помнится была крутая страта на аргентум капе полтора года назад мины и батлы вообще огонь если будем затера на мастер лигу в рубрике кабе в мастер лигу то так вот и будем играть но это не точно идет кьюр в очень массированный пуш и бьяна опять нападает с двух сторон ловит соперника на муве танки раскладываются очень поздно мародеры напрыгивают прямо на эту армию правда в отличие от предыдущего сражения теперь есть торы которые добавляют определенный сустейн но как вы видите они хоть и выжили последними но все танки прикрыть они не смогли не думаю что это был выгодный размен для бьяна ой в смысле для кьюра все таки бьян отдал в основном пехоту да не самое дешевое мясо он отдал мародеров но все равно восстановить их конечно быстрее и проще нежели танки пехота 3-3 на технику 3-3 доделал кьюр свои максимальные грейды он прям кстати активно вкладывается в торов такой состав армии халбаты торы совсем чуть-чуть танков может быть это потому что он уже заранее ожидает от оппонента перехода в либераторов учитывая что преимущества в воздухе у него особого нет ну и тут торы конечно в противовоздушном режиме знатно нарезают по планетарке летающей отступает бьян в правый верхний угол пару халбатов забирает на этом отступание 76 рабочих у бьяна у кьюра вообще 81 человек в мех играет казалось бы логично было чуть сократить и играть на мулах но у него на самом деле не так много орбиталок плюс все время приходится сканить поэтому наверное все верно делают оба террано знаете не могу отделаться от мысли что если у бьяна было какое-то окно когда он мог голой пехотой запушить оппонента то это окно уже закрылось кьюра очень много и казалось бы техника производится гораздо медленнее чем пехота но проблема в том что у мех террано сейчас уже очень много factory и поэтому ему приходится эту технику наклепать не с 5 factory в очередь там пока один танчик построится а у него сразу выходит много и там одна пачка его выходящая это уже очень серьезная сила бьян каждый раз вот строго вот так вот дает сражение с нескольких сторон и матрица прерывания он тоже дал вот только для рейвенов они были последними потому что торы их просто ваншотнули и торы как раз таки здесь и остаются вышибают эту орбиталку ну и по моему кьюр сейчас марширует уже до победного хотя сейчас нет танков может ли кьюр торами продвигаться против мародеров наверное нет ему все таки придется танки подождать у него кстати там сейчас и либераторы прилетят и у них уже плюс 3 благодаря унификации грейдов на армор в смысле на атаку то придется конечно доделывать нет все таки даже при таких феноменальных сражениях не допушил бьян кто знает что было бы если б не было этой паузы когда кьюр смог все четко продумать но в альтернативную вселенную мы с вами не попадаем ну а если кто-то из вас попал можете написать оттуда чё как дела третий сет карта оксид счет 1-1 слева внизу бьян справа сверху кьюр чуть чуть пораньше у кьюр барак но буквально различие может быть в одну секунду можно кстати да если бы бьян не делал в предыдущем сети doom drop то все было бы для него лучше вот именно там батлы и правда зарешали но с другой стороны если бы там не было батлов то эти ресурсы тысячи четыреста да в сумме были бы вложены во что-то другое что возможно тоже зарешало бы не меньше ну 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 раллипоинт такой под короткую траекторию рипера говорят бьян получает эстетическое удовольствие от био ну я бы не назвал это эстетическим удовольствием но я понял о чем вы говорите и бьян и другие терраны говорили об интернете в интервью помните мини рубрика praise your race что мы за терранов конечно много проигрываем но кайф нагибать оппонента в ранней средней игре бегая везде своей пехотой бесценен как в том фильме смотрел стрип которая говорила что может быть кто-то скажет что я не умела петь но никто не скажет что я не пела может мы и не одерживаем победу но нагибать соперников нам это не мешает не знаю насколько весело будет вспоминать бьяну об этом лет в 60 завязывая шнурки одной рукой но с другой стороны есть же обувь на липучках правда месяца полтора назад в свой первый в этом сезоне раз катания на горных лыжах я неудачно упал и ушиб именно палец как-то ударившись об палку и вот первые пару недель не мог завязывать нормально шнурки и ну там застегивать пуговицы молнию на ширинке там не найти не советую я бьяну несколько десятилетий провести в таком режиме хотя наверное ему это уже сейчас и без отвлеченных горнолыжных примеров понятно ну или конечно есть вероятность что наступит киберпанк и у него будет железная рука он будет как джакс про которого кстати скоро выйдет кино я уже видел трейлер в кинотеатре заказаны циклона первое пока что build order выглядят очень близким да и даже вот так вот с танком летит вперед кьюр а вот бьян летит не станком бьян летит с гиллионом с двумя рипперами а у него значит погодите получается танк остался дома или циклон остался дома но сейчас долетит увидим а у него циклон более ранее он заказывает что ли второго нет циклон уже есть у обоих видимо у кьюра попозже старпорт ладно прилетает дроп к синему терну прогоняет рабочих с натурала а сам синий терн высаживается оппонент прямо на мэй ну кьюру придется вывести рабочих и запушить этот танк возможно кстати кьюр сможет его сложить и увести но он не считает нужным он увозит только несколько пехотинцев здесь вряд ли дадут добить орбитальную станцию конечно кьюр тоже будет выезжать с рабочими потерял 8 бьян то сам потерял всего 4 между прочим джакс это парень с фонарем нет парень с фонарем это кану или кей но я не знаю как правильно читать с красным глазом смысле я на самом деле совсем не фанат файтингов и небольшой знаток лора но конечно играл в первую вторую третью часть как и все древние пекари третий командный центр у бьяна кьюр вместо этого пареньше делает стимпак тут разное продолжение ну а так то по итогу в результате опенингов примерно равная ситуация по рабочим поровну у бьяна такое чувство что все еще есть преимущество а нет преимущество на танк был у кьюр он тут танк отдал и теперь по идее ситуация как раз становится равной рейвен заказан у бьяна второй кьюр вообще непонятно строил ли рейвена как-то я не уследил за этим моментом а я понял шутку вы говорили про джакса из лиги легенд да за того джакса я немножко играл смешной паренек он и правда с фонарем ой 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 вот это уже совсем не смешно кьюр отдает единственного рейвена и тут же улетает в дабл дроп рисковый парень однако он скорее всего понимает что бьян разложился где-то перед ним а бьяну по идее особо и пушить то не надо у него есть третий cc ему надо просто перелететь своим третьем cc и не дать сопернику а для этого достаточно удерживать конкретно эту позицию где он сейчас и стоит поэтому он видимо слетает рейвенами посмотрит чё как видит что оппонент в глухой обороне говорят ну и ок дальше роли поинты домой пожалуйста как сказал бы джинис но здесь уже без пожалуйста все сделано танки на позиции дум дроп ну как дум дроп всего два медивака но дроп этот не особо заходит тут пока придется перенести орбитальную станцию кьюр дает скан ну и вот такая вот высадка отбивается от нее бьян просто авто турелями циклона теперь у бьяна нет но он свою задачу в принципе уже выполнил циклон в основном строится против ранних либераторов бенше и хараса рейвеном на поздних стадиях игры он уже не так решает ну что бьян неужели вперед проблема такой позиции то есть преимущество понятно он сопернику третьим не дает проблема такой позиции в том что ты часть армии держишь впереди а оппонент сидит в обороне небольшим количеством войск и просто может все время вот так вот контратаковать а у тебя войск дома мало тут очень интересная позиция для танков которые кьюр естественно воспользуется но правда там внезапно у соперника танкера разложены так что он сам даже пострелять особо не успел там очень хитро спрятан танк за орбиталкой я признаться его даже не сразу заметил ну а кьюр может быть его и вообще не видел там за локатором орбитальной станции он был разложен в итоге дроп для синего террена получился ужасным и он так и не выполз на третью но бьяна сам так и не выполз на третью из-за этих дропов пехоты так что на самом деле не вполне очевидно действительно ли у него есть преимущество рабочих у него даже меньше и оппонент тоже строит третий cc наверное уже и доделал и выходит вот так вот без раскладки выбивать эту позицию 50 на 56 парабам сейчас бьян скорее всего на какой-то короткий отрезок времени взлетит по инкому просто из-за того что перелетела третья орбиталка и туда полетят мулы но видите кьюр уже тоже перемещается причем оба в итоге в горизонтальную линию ставят базы ох какие бронзовые штучки от кьюра я думал про геймеры таким не занимается тем временем бьян забегает на орбитальную станцию на мейне выбивает инженерку дополнительную да как я понимаю и арморе то есть кьюр останется на грейдах 1-1 но правда бьян свои вторые в любом случае тоже пока не делают так что не ясно выйдет ли он в плюс но по крайней мере не будет в минусе пока что апгрейды равны войск будто бы тоже поровну размениваются сканами пытается бьян занять более агрессивную позицию чтобы уже оппоненту приходилось под его выстрелы подъезжать выбивает танкер не знаю кстати зачем наверное чтобы и дальше ползти по левому этому краю ну правда теперь и на него пехоты удобно напасть ну на то оно и твт что от всего каждый получает какие-то плюсы и какие-то минусы у бьяна что-то прям визуально очень много пехоты такое чувство что вторым куском армии он собирался забежать в спину танком когда пехота выйдет все-таки проламывать его позицию или все-таки полететь в дроп да нам показывают что пехоты на самом деле поровну так что это обманчивое было ощущение ага у бьяна уже есть и четвертый цц не так все просто для кьюра выходит да в итоге он готовится зайти прямо в центр и бьян вот так вот отрезает эту армию окружает ее выбивает один танк второй ну тоже надо но уже не так критично потому что один танк не ваншотит пехоту со щитом поэтому пехотинец благополучно переживает прямой выстрел танка хорошо видимо делают экзоскелеты эти в мире второго старкрафта в первом такой фигни не было техника там еще не дошла видимо пытается кьюр подняться наверх но там внезапно полная дичь по танкам он разворачивается а ведь есть еще танки которые держат третью при всем этом видимо на случай если кьюр захочет отбежать с двух сторон окружить уже готова засада и здесь готова засада просто обложили волки позорные бедного кьюра все роли поинта вперед ну бьян на своей волне перераскладывается танками чтобы вот этот чок закрыть узкий проход соревнуются говорят кто больше камней убьет а помните в оригинальной версии карты фрутленд можно было убивать фрукты и получать ресурсы из них ну и отдельное видео у меня было по турниру от рейт нолсона который называется рай макмейкера где тоже много разных прикольных и необычных механик на картах задействовано но карта это нынче больная тема доска 2 сообществе потому что новый ландерный сезон на носу что с картами абсолютно непонятно ноль анонсов хотел бьян сделать дроп наверх но там его внезапно встречает чуть ли не вся пачка так что бьян говорит ну ладно ладно я просто построю пятый командный центр фиг с тобой золотая рыбка есть планетарная крепость строящаяся цц можно убить причем всего два морпеха но бьян отменяет цц некогда ему возиться с этой ерундой маленькое преимущество кьюры что он доделал апгрейд на атаку техники не понятно пока насколько это сказывается но конечно лучше иметь чем не иметь очень узкое место заходят туда пехота но успевает его преодолеть до того как танки начнут стрелять тот момент когда я начинаю шмалять не наступил для танков вернее наступил поздно по итогу кюрт отправил очень хорошее сражение и оказывается в плюсе по лимиту у него боевого плюс 20 рабочих тоже чуть больше пытался он подойти до раскладки не успел теперь у соперника еще и либераторы поэтому подходить вдвойне не комфортно очень много сканов тут армия бьяна спалилась и отступает бьян все время хочет сыграть поагрессивней и кьюрт время от времени находит момент в котором его можно за это подловить и наказать пока работает надежно высокий уровень игры конечно для этого требуется и вот снова кьюрт пока бьян тут искал возможность как бы так переманеврировать перепозиционироваться успел подойти фокуснуть пару танков здесь навижение забирает еще пару вроде у бьяна и либераторы все есть но реализовать а ну вот они либераторы полетели по шифту харасси на самом деле может быть оно и к лучшему раскладывается тут очень плотно прям либератора на кучу рабочих морпехи стреляют быстро им либератор не особо страшен а куда второй-то делать а второй еще только летит и бьян какой хитрый одного либератора разложил соперник уже увел морпехов а он второго разложил сюда же мунзерк стайл как Адольф когда-то рассказывал что мунзерк может бесконечное количество в одно и то же место прилетать 11 рабочих в итоге наубивали либераторы причем либератор там по идее все еще разложен его никто не убил просто рабочих оттуда убрал синий террин но каким бы он не был красавчиком у бьяна все еще больше на одну базу поэтому по уму здесь кьюр должен постараться пропушить и закончить игру но пока он вот к этому не очень-то и готов видимо потому что теперь уже оборонительные позиции у бьяна но и опять кьюр заходят очень здорово выбирает выбивает два танка может быть мог и дальше зайти выбить еще два но не решился так бьян похоже опять пошел в очень агрессивный мув очень решительная от него игра все время но он теперь оказывается в окружении конечно очень сложно переразложить сейчас везде танки и пехоту грамотно подвести если бы за бьяна сейчас за кьюра играли три человека в архоне наверное можно было бы вот эти войска очень четко окружить и уничтожить но кьюр и один попытается сделать это в конце концов он кореец работает за десятерых ест за семерых да работает за десятерых пакьюра вообще не скажет что он много ест ну да ладно ну и что и в итоге он приходит сам в атаку очень интересно что по продакшену как вообще в целом бьян реализовато хотя с другой стороны у него больше то всего на семь рабочих но наверное на тайминге 19 плюс по минутам в смысле уже важнее количество бас потому что стартовые локации то заканчиваются и кьюр улетает командным центром с натурала причем командным центром с мейна чтобы мы понимали он улетел уже давно то есть он как бы круто что пушат но он реально на счетчике если его это атака не сработает скорее всего новой для него уже адекватной атаки не будет но эта атака срабатывает кьюр дожимает оппонента двукратным боевым лимитом и делает счет 2 1 в четвертом с этим слева вверху появляется кьюр счет 2 1 его пользу и бьяну нужно отыгрываться очень круто и мощно он провел первый сет но в остальном я бы сказал что кьюр смотрелся интересней но особенно в прямом смысле значение слова интересно а не в переносно спортивно журналистском бьян как я понимаю собирается играть прокси барак один барак дома один в проксе масс рипперы ну как масс обычно больше пяти тираны не делают но в любом случае билд который по идее хорошо подходит именно бьяну учитывая что он здорово контролит по крайней мере тогда когда матч проходит на корейском сервере ему нужно будет не пустить разведку наверх чтобы соперник не увидел что там только один газ и тогда у него будет какой-то момент когда преимущество по рипперам на его стороне масс рипперы в последнее время почти никогда не позволяют закончить игру но и при хорошем контроле они могут достаточно здорово размениваться и давать преимущество определенное отставание конечно есть из-за того что у тебя есть барак лишний не особо нужный в твт так рано ну а вообще еще в твт есть замечательный билд ордер мародеров с замедлением почему так юр решил проверить я не знаю что его навело на мысли о том что тут что-то не чисто но почему-то он решил проверить проезжая и нашел второй барак соответственно у него теперь есть инфа она как бы конечно поздно но с другой стороны а что тут уже два рипера своих там уже заказан гелион бьян вообще дома строят уже морпехов не знаю такой специфический билд этот который играет бьян в итоге кьюр строит больше риперов а бьян вообще уже полетел бараком в разведку но это конечно плюс что барак может долго давать инфу такой концепт игры из первого старкрафта но в первом старкрафте еще был большой плюс в том что у соперника почти всю игру был один или максимум два морпеха и юниты которые стреляли по воздуху голиафы или врайты появлялись пёсова знает когда здесь все таки быстрый циклон обычно но по крайней мере стартовую композицию можно разведать спланирует ли соперник пуш с танками есть ли у него баньша со стелсом играет ли он быстрого викинга это более менее понятно на раннем этапе да ну и еще конечно можно не дать оппоненту заказать командный центр внизу ну или перелететь на него как-то рано кьюр уже рабочих переводит но бьян не стал лютовать он барак отдавать не хочет он хочет еще поразведывать кьюр прям показал танк интересно зачем по идее танк мог спокойно сидеть в медиваке и дальше видимо чтобы урон был по зданию бьян продолжает вредничать может еще пристройку полететь украсть все что вы хотите знать о том как корейцы относятся к игре вот в этой миниатюре максимум взаимодействия максимум попыток помешать оппоненту любой ценой практически за это мы и любим корейский старкрафт в отличие от более размеренного бесконтактного европейского ксм сообщает что он готов есть у кьюра преимущество на пару гелионов не очень страшная как вы можете догадаться и игра просто потихоньку выходит в макро бьян уже сделал третью орбиталку пьюр свой третий cc вообще ставят на лоу граунде в общем все по старому оба не особо имеют возможность сыграть агрессивно особенно на этой карте и будут просто выходить в 3 а то и в 4 базы делать грейды 1.1 никакого креатива в этот раз уровня прокси батлов и механизации просто старые добрые марики на мариков чтобы вы могли строить мариков пока строите мариков заказно пехотные грейды уже у бьяна у кьюра вроде бы тоже инженерки готовы да он отстает на несколько секунд два морпеха успели высадиться в очень прикольную позицию где их совершенно не убить ксмками понятно что их можно убить чем-нибудь другим почти что чем угодно другим но все равно пару рабочих убил за пару морпехов очень даже достойно кьюр кстати вообще сам при этом достаточно немотивированно позади по рабочим находится 51 на 59 видимо настолько позже у него был 3 командный центр кьюр странный такой размен казалось в начале что вроде у бьяна лучше позиции возвышенности все дела но в итоге кьюр размен этот выигрывает но это скажем так размен дробь отдачи юнитов которые не очень нужны в игре поэтому вряд ли он претендует на звание не то что решающего а вообще размена который хоть что-то определит в игре но чисто технически если у кьюра есть скорость и апм лишний то он может из этого циклона извлечь какую-то пользу простые смертные ничего такого вообще не делают с циклонами просто держат их дома на патруле и не парятся но лучшие игроки иногда успевают их использовать тот же клемм зачастую циклона выводит на карты и нормально зачем-то поражал бьян с темпак морпехом видимо чтоб они успели в нужные позиции оказаться ситуацию по танкам было бы любопытно глянуть на отдельные таблички но мы с вами смотрим не из игры поэтому возможности такой нет но визуально показалось что у кьюра больше танков сейчас может быть у бьяна здесь не все там сколько-то юнитов у него на точке сбора непонятно сколько и каких у бьяна на точке сбора у кьюра тут 6 танков путешествует да у него больше должен быть у бьяна по моему всего 5 они еще и не объединены да вот тот самый циклон бесславно погибает обратите внимание что грейды 1-1 делает бьян кьюра граничивается только грейдами и амит на технику грейдами только на атаку бьян как-то заранее думает уже о воздухе видимо ну и факта добавляется еще одна вот кстати тоже момент по ходу кьюра то уже две работают бьян свою вторую добавляет только сейчас там у красного терра на забегание готовится на третью или на мейн там как пойдет на то они и пехотные дабл дропы и деваки не успевают может быть стоит бусты прожимать в таком случае да бьян как-то странно разми крал наверное это было в два клик домой хотя они по идее тогда пехота по другому пошла но не суть поднимает кюр тут третью орбиталку но бьян почти хотя нет как почти интересно 8 рабов потеряла убил всего 3 хотя казалось бы чуть ли не против пустой базы сражался но правда кьюру там тоже пришлось улететь и здесь позиции очень интересную бьяна он пытается дофокусить именно танки сейчас на отступление перебьет кучу ксм да и массированные атаки пехоты и конечно могут посражаться уже и с полноценными армиями с танками с викингами у пьяна в два раза больше пехоты у пьюра есть пара либераторов танков поровну да но зато эти танки пьюра раскладываются на мейне в продакшене ну команда бараки просто улетают там орбитальная станция внизу все еще под ударом прикольная позиция здесь у пьюра тяжело будет ее выбивать как раз в этом могут помочь либераторы они это и делают вон либератор сверху разложился у него причем 5 хп но сейчас будет уже и 5 киллсов причем 2 или 3 из них это танки так что поработал либератор достойно последний танк защищает морпехи а там то бьян идет в новую контратаку и танки у пьюра не разложены держит он их просто на точке сбора в танковом режиме бьян заходит забирает пару танков забирает 3 убивает пехоту но пьюр скорее всего на подкрепление это может отбиться но тут очень плотная пачка сейчас будет убита чуть ли не вся экономика здесь слушайте наверно это 2-2 боевой лимит x2 рабочих у пьяна чуть меньше но кому какое дело тут погибает орбитальная станция добывать особо негде хорошая новость для пьюра только одна что грейды у него будут раньше но будет ли к этому моменту это иметь хоть какую-то ценность совсем не понятно ну слушайте в итоге прошло еще несколько секунд грейды уже почти готовы бьян свои даже не начинал но правда у него есть армор на воздух но ладно будет он пытаться дожимать либераторы выдавливают танки свои танки раскладываются вслед за ними простая и приятная механика когда у тебя контроль воздуха или ни у кого из вас нету воздуха вообще ну в плане викингов ну вот этого можно и фокуснуть уже либератора да вот так вот но со вторым по-прежнему надо что-то сделать викинги прилетают для этой цели но абьян просто нажимает на курок бросается вперед отдает очень много пехоты но богатых свои причуды может себе позволить тем не менее базу к юр по-прежнему сохраняется кстати говоря у него там вблизи локации оппонента маневрируют какие-то войска которые нам пока не показывают скорее всего это какой-то дабл дроп бьян в курсе естественно потому что у него есть сенсорки эту армию очень нежелательно отдавать синему террину ему лучше вообще больше ничего не отдавать не бьян еще и эту локацию подпушивает начинает соперника в своем стиле зажимать в клеще бьян в то время перелетел на пятую баллу с другой стороны он перелетал на пятую базу в прошлой игре помнить не принесло это ему счастье но здесь все-таки у него плюс они минус преимущество не отставания по боевому лимиту три рейвана есть у кьюра с помощью матриц он выбивает эту позицию тут у него либератор так легко танками не подъедешь в итоге бьян отправляется в дроп как бы это не стало критичным там морпехи готовы на стимпаке ловить похоже здесь кьюра даст орбитальную станцию такими темпами на ему очень нужно чтобы она хоть как-то добывала пусть даже с ремонтом в какой-то плюс она работает и особенно по газу потому что три раба качают газ ну хотя с другой стороны кьюров газ не так чтоб упирается как мы видим основная проблема в минералах но ответишь останки не достают так вернее вижу но у них наверно нет можно и спокойно качать я на 5 страдает со своей рукой но ему надо просто допушить закончить эту игру чтобы далее перерыв я думаю перед пятой картой хотя пока как-то мы летим через был 5 может быть в африке какие-то свои сетки вещания типа матча так долго идет бы опять твт все дела высаживается бьян уже просто на эти танки вышибает их к чертовой матери бывает либератора горит дали вниз что уже из игры дая руки отдохнуть юр не хочет левать из игры юр пользуется ситуацией да и просто в конце концов у него есть пять бас правда одна из них перелетела с натурала да так что все-таки 4 он накидывает кучу матриц у него ведь есть рэйвены вот один из моментов которые я как-то совсем не озвучил 3 рэйвены мы увидели а он их продолжил строить у них копятся энергии у них копятся потенциал полезных действий и с помощью них кьюр выбивает блокаду слева затем выбивает блокаду справа и в итоге добывает полноценные 4 бьян там всю правую часть карты как бы занял прям все он может и не качает хотя рабочие уже освободились тут матрицы и анти-армор юр конечно сражение феноменально проводят но для того террены рэйвенов и строят чтобы проводить феноменальное сражение именно потому твт с масс рэйвенами и является метой в лейтгейме казалось бы викинги-либераторы проще понятнее но масс рэйвена в грамотных руках переворачивают игры тут прилетает харасит либератор внезапно харасит здесь совершенно нечего разложился как царь пусток юр там даже газилки эти закончились бьян ну нельзя сказать что идет волын на самом деле потому что он больше добывает у него куча локаций но он не добавляет технологий поэтому получается что он улынет есть его игра в какой-то момент может стать невыигрываемой просто из-за того что он не играет в технологии но это его стиль он в своем праве он просто добавляет бараки с реакторами как мы видим так сказать если твой тир-1 трэш не пробил масс рэйвена в соперника построй еще больше тир-1 трэша старые добрые принципы макроигры раскладывается бьян в зоне где танки его достают до орбитальной станции вышибает тут позицию пьюра убивает орбиталку пьюра армия очень далеко отсюда ну потеря этой орбиталки неприятно но может быть не так то и критично дать хорошее сражение пока толком не выходит здесь начинает кирп прогонять армию оппонента но бьян в это же время второй половиной войск идет и на новые позиции здесь все рэйвена тут зато при этом всего один танк антиармор дикий просто пехота с пехотой тупо не может драться но по идее бьян сейчас должен делать дроп правильно той армии на мэйн в продакшн антиармор обновляется кьюр продлевать будет объем кстати никуда не летит на мэйн просто держит чтоб не было третий орбиталки и все и продолжает упорно контролить пуш именно здесь во лбу 130 на 120 лимиты рэйвенов то всего три там пара рэйвенов погибла и больше кьюрах не добавляет то есть он не то чтобы тут может выключить все танки и вот это вот все нет он просто дает антиарморные ракеты и это конечно тоже хорошо и позиция на хайграунде прекрасная но как только начнут стрелять танки позиция будет уже не столь впечатляющей юр улетает орбиталка или командным центром с левой нижней базы потому что ее отжимает вот эта позиция и похоже что ему просто сейчас резко перестанет хватать притока ресурсов поэтому он вынужден идти в атаку но он не понимает куда он может напасть матрица сейчас надо давать если есть энергия но кьюр снова почитает именно антиармор заходят под танки выбивает танки убивает пехоту да как это работает у него работает это так что у бьяна половина армии в другой части карты вот она да и здесь нету медиваков чтобы ее перекинуть в продакшен и кьюр идет в контратаку но значит надо ехать в продакшен фиг ли делать а тут даже уже ничего не производится особо нужен ли этот продакшен но армия с этой стороны ничего не поделать бьян раскладывается танки тянут время как могут наверху есть еще танки но это твт детка тут нельзя просто так открыть дверь с ноги и сказать что я покупаю ваш ларек везде да найдется на хайграунде разложенный танк партизанский атакующий твои ультимативные позиции тем временем рейвенов подвезли еще кьюр опять неосторожно отдает парочку но продолжает движение вперед у нее и разложился кьюр как опасно чуть бьян не поймал его на муве бьян занял точку сбора своими танками просто мистер остроумие 2021 заставил танки сложиться вышиб их пехотой чё позицию занял что ли агарит пир самый умный череп то не жмет бьян уже не знает сколько ему надо еще занять локации чтоб соперник уже наконец ливнул забегает пехота и слева его там сильно больше на кьюр успел тройку танков разложить отзонил эту пехоту и справа напасть не получается рейвенов 3 нас держит в курсе табличка продакшн вот тут один из них а здесь не планетарка тут орбиталка перелетевшая откуда-то кьюр ну по стандарту работает начинаем с анти-армора бьян успел улететь на краснющим медиваки и турель чуть не стала mvp этого сета кстати бьян сейчас потеряют этот cc ну кьюр медлит он видимо не сразу понял что тут вообще ничего нет но теперь он понимает the click минус командный центр бьян хочет вот эти танки забрать не обратно тут уже готова оборона и все и выжили бьяна с карты да как бы я хотел посмотреть на табличку продакшен на корее они продакшена потерь на табличку потерь корейцы и не очень любят показывать бьян наверное должен нормально так быть позади учитывая что с такой экономики дикой он соперника продавить не может кьюр просто творит чудеса уже вторую карту подряд сначала на карте с механизацией а теперь вот здесь ну да понятно что против него работает физическая кондиция бьяна ничего не поделаешь какие претензии к юру к юру про геймер он делает свою работу делает ее хорошо и красиво еще два рейвана у него заказано и он просто похоже идет в победный пуш бьян тут пытается контролить кайтить но ему постоянно обновляют антиарморы четверной дроп прилетает в продакшен слушайте но если этот дроп как-то продакшен убьет а кьюр вообще решил возвращаться домой рейвана тут отдают энергию на авто турели но они конечно помогают но помощь такая очень местная скажем так выходит один танк бьян его как-то даже и не попытался зафокусить зато забирает рейвана такое ощущение что мог забрать и второго но почему-то бьян предпочел собраться и улететь по крайней мере пуш оппонента он остановил но кьюр успел выдавить бьяна с левой части карты правую часть карты бьян добывает давно следовательно его локация на двух часах уже должна была почти закончится и только локация на часе хорошо обеспечена ресурсами бьян полетел снова в doom drop наверное это просто не факт что doom drop просто для мобильности он так передвигается у кьюра очень много танков и не очень много морпехов может быть можно высадиться прямо на танке на самом деле если они будут не в раскладке то они возможно и в танк моде перебьют пехоту просто она высаживается дом 69 пехотинцев на 30 танков 10 на 8 такое большое преимущество на там три рейвена которые потенциально могут 6 танков отключить но у них вряд ли полная энергия то что там были матрицы пехоты рабочих перехватывает юра конечно тоже ресурсы исчерпываются ему бы как-то смотрите где бьян базу поставил и к юру бы как-то вот те локации отбить объем тут прилетает убивать армию а ее нет но возможно сопла и выбить тоже не так плохо он просто отрежет по крайней мере мэйн оппонента от остального экшена на карте да правильно пишут я но давно пора перейти в масс батл крузеров и перестать страдать от боли в руке просто царские 50 апм юр похоже теряет продакшн тяжело вздыхает юр и все-таки пишет gg не удалось допушить как на него работала оборонительная сила терранов так она поработала и на бьяна который все-таки доводит до победы игру бывшую у него будто бы в кармане еще 10-15 минут назад не так все просто на карте романтицид и мы с вами отправимся в десайдер в этом твт 5 сет пиларсов голд храм верхнем углу появляется к юр почти совершившие чудо на романтициде слева внизу бьян который вопреки чуду такие додавил оппонента без технологичной армии но на количестве и на экономике посмотрим что будет на пиларс в качестве начала вот такая интересная стенка от кюра как будто слегка промахнулся просили к юра знаете с завязанными глазами поставить стенку я чувствую скауты сборной россии по футболу уже навострились сделали стойку на нового перспективного нападающего осталось натурализовать к юр то больше всех должен быть заинтересован уедет и можно в армию не ходить ну да ладно зеркальный билд в этот раз барак в два газа у каждого дальше факта сторонке то есть похоже факта не на реактор на в тв то факта на реактор то на самом деле редкость поэтому не приходится удивляться там как раз более ранние играть через лабораторию склон рэйван вся вот эта вот история пока каждый держит свой хайграунд свой район командные центры внизу бьян решил лучше вместе двумя риперами проконтролить возвышенность первый рипер просто ловил разведывательного рабочего но насколько я понял оба решили сыграть без разведки рабочим в этот раз видимо какой-то стандартный опенинг надежный два рипера гиллион мина у кьюра а вот у бьяна более ранний старпорт но два рипера гиллион мина тоже просто видимого мину чуть попозже такие маленькие различия в билдах лаборатория на старт партии а погодите на старт партия не может быть видимо на факторе чуть быстрее опять-таки у кьюра минка обычно закапывается на возвышенности чтобы разменяться с кем-то кто захочет заехать рей синего тирана здесь то снова медивак бьян хочет играть чуть более агрессивно вот это вот как раз состав армии полетит вперед может быть его минкой дополнить было бы неплохо но минку как раз таки бьян похоже оставил в обороне отправляется в атаку без нее с гиллионом с двумя риперами ну по идее к юр к этому очень хорошо готов потому что он стоит дома у нас трейвен на таких низких лимитах авто турель конечно очень хорошо работает вносит перелом в соотношении сил сражающихся вот эти войска залетают минеральную линию но тут по марме объем не боеспособна но он тем не менее забирает 3 ксм драться то он не может но рабочие сдачи не дают так что с ними можно караулят здесь к юр решил бьян не аркадничать в кои-то веки так к юр сам полетит в дроп кстати говоря у него по моему в прошлой игре была похожая история когда он убивался дропа потом сам летел дропом чисто 8 морпехов бьян выходит с танком вперед по земле пушить немножко похож стиль на то что мы видели на самой первой карте я только не очень понимаю его тут перемещение видимо он хочет чтобы вся армия собрана заехала именно здесь а не начала объезжать непонятно как половина справа половина слева а самому краешку карта пролетает к юр бьян там похоже в атаке ждал рейвена но теперь ему надо дома как-то отбиться от 8 морпехов у него правда вот-вот выйдет танк так что все четко ксм попала на мину да танк прям очень вовремя бьян бросает ксм к которым конечно очень тяжело запилить морпехов под медиваком танк кстати не раскладывается видимые запасения что иначе просто кюр мгновенно сделает на него перед роб ну и в итоге кюр по моему выигрывает игру просто первым же дропом потому что здесь сумасшедшие результаты 16 ксм так как у бьяна армия вся была на карте ничего не делала а запушить он уже тоже не может его тут даже не больше и похоже что после такой упорной борьбы может матч для бьяна закончится очень грустно и быстро с другой стороны может заканчиваться грустно и долго если например кир решит надежно реализовывать свое преимущество через 45 баз пока он просто заходит четырьмя морпехами еще и на натурал и тут наносят абсолютно непоправимый урон 5 рабочих это в сумме уже 20 почти половину экономики уничтожен и медивак улетел до кучи а то мало бед на кьюр реально строит третий командный центр уже попозже он будет атаковать очень сложно в твт запушить соперника на двух базах гораздо более надежная стратегия не выпускать на третью самому поставить третью за это время поставить четвертую ну бьян просто на все деньги улынет дает матрицы в ответ получает авто турели кстати не знаю не лучше ли было дать в ответ матрицы потому что кьюр потеряет в итоге эти танки авто турели как-то может быть надо было танки ими фокусить мне кажется кьюр не идеальное сражение дает его все равно много но такое ощущение что можно было и лучше бьян тут хотел в итоге дропнуться на танки но викинги его почему-то напугали по моему он успевал в итоге бьян отступает то есть кьюр ведь и реализовал не в мясо свое преимущество в кучу викингов итоге у него 8 викингов против нуля еще и 2 рейвена против нуля стене прям воздух очень мощный но бьян там ставят третий командный центр внизу будет пытаться медленно вытягивать эту игру но не так уж и медленно да говорит бьян и делает doom drop ничто не комбинируется лучше с намерением медленно вытягивать игру как doom drop на мейн сопернику считает бьян такие вот корейские парадоксы да ладно не будет он ничего вытягивать gg здесь кьюр продемонстрировал может быть не самую яркую красивую сторону твт которая называется камень-ножницы-бумага по билду кьюр чистейшим образом переигрывает оппонента ну наверное из пяти сетов один имел право быть таким не больно то зрелищным бьяна жаль он предложил очень много сил и смотрелся достойно но кьюр смотрелся достойно тоже какие к нему вопросы он будет играть gsl кодес бьян будет ждать следующего сезона увы его болельщикам но она с вами ждет интервью с кьюром видимо будут вопросы про его почти выигранные игры победитель второго матча это кьюр с драгон феникс гейминг поздравления спасибо определенно не получилось у тебя легкой прогулки что думаешь я ожидал что игры будут трудными и давно не было оффлайновых матчей много ошибок я сделал знал что может быть вообще не удастся пройти но я также знал что соперник очень сильно волновался думаю во многом поэтому я и смог победить бьяна очень силен в микро и в своих специфических стратегиях каково против него играть определенно он феноменальный игрок я старался готовиться к его необычным стратегиям я решил переключаться в макро и это было трудно я и сам нервничал но в конце концов удалось все же победить ты был очень настроен на победу боролся до конца особенно на романтициде наверное было разочарование после той игры но это турнир понятно что я нервничал и понятно что я допускаю такие заурядные ошибки по ходу игр ничего не поделаешь похоже что ты был очень хорошо готов к таймингам атак оппонента однако но я по ходу игр набирал уверенность в себе и в своей игре думаю это мой главный инструмент сегодня в этом году на EAM ты не так-то круто сыграл наверное был разочарован результатом какие у тебя ожидания дальше Хьюра говорит ну что тут говорить просто хочу добиваться новых результатов особенно на крупных турнирах финальные слова мой результат сегодня был хорошим удовлетворительным но надеюсь что все таки со второго группового этапа получится по ходу игр показывать лучшую форму ну посмотрим сегодня на мой взгляд форма Кьюра была не так чтобы плохой и какие-то ошибки тактические может и были которые он упоминал но наверное в жестком корейском твт с экшеном по всей карте мало кто может их не допускать может быть и никто не может что ж на этом все бо 5 все впереди у нас остается матча пвз где рагнарок и харрикейн будут разыгрывать последнюю на сегодня квоту в gsl кодес еще две разыграются в понедельник во вторник мы их посмотрим но пока перерыв и ждем этого пвз